Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Планировать свой визит заранее Позвонить нам Записаться в группу Оплатить можно через сайт Через кнопку оплатить билет Если не получается Это можно все сделать в музее Сотрудники помогут Единственная просьба И она огромная на самом деле Во-первых, быть здоровыми Во-вторых, соблюдать дистанцию Обязательно быть в масках и перчатках И обязательно Брать с собой хорошее настроение Владимир, а сколько в общей сложности Музей не работали? Я так понимаю, что вам повезло чуть больше, чем Одинцовскому музею У вас парковая территория большая И по парку гулять было можно Да, да, да Музей не работали около двух месяцев Середины октября И вот на самом деле Неожиданно достаточно случилось Что нам все-таки разрешили открыться Конечно, самое интересное Что достаточно много желающих Притом поток звонков Он не умолкал Даже во время вот этих вот всех ограничений Все спрашивали, когда можно записаться И уже буквально в первые дни начала работы Уже появились записи на первой экскурсии Экскурсии у нас ограничены Пятью людьми То есть группа не более пяти человек Но все равно желающих немало Работаем мы по сеансам Музей работает с десяти до пяти Каждый день, кроме понедельника и вторника И сеансы по часам То есть десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов Соответственно, самый поздний Это четыре часа Билеты у нас можно купить на сайте музея Можно купить в электронном терминале У нас на территории А также можно купить бесконтактным способом оплаты У нас в кассе музея То есть полная санитарная безопасность Не могу не спросить, да Насколько я понимаю, потоки должны быть разведены Входящие, выходящие И Одинцовский историко-кореведческий музей И Большевизионский музей И заповедник Пушкина Это исторические здания Которые строились тогда Когда людей было в разы меньше И совершенно не под музей Они возводились Возможно ли это все организовать? Вот как вы из этого положения вышли? Очень просто Вот так Мы ограничили количество продаваемых билетов Двадцатью То есть, например, вот с десяти до одиннадцати Можно только купить двадцать билетов Ну, соответственно, каждый час Только можно только двадцать билетов И пока вот несколько человек Которых допустимо находиться в помещениях Пока они не пройдут Мы не запускаем следующих Таким вот простым способом Ну, соответственно, конечно же, да Вы правы, что когда эти исторические здания строились То их строители и владельцы Они, наверное, не рассчитывали Что когда-то это будут такими популярными Экскурсионными местами Где будет очень много людей Но, тем не менее, все-таки стараемся Из положения можно выйти Из положения выходить Чтобы минимизировать вот эту угрозу Распространения опасной инфекции Ну, конечно же, все меры предосторожности Ой, все меры предосторожности Это маски, перчатки Ну и, соответственно, социальная дистанция в полтора метра Санкт-Петербург, у вас получилось выйти из положения? Да, у нас тоже получилось Потому что здание наше было реконструировано Несколько лет назад У нас есть возможность развести группы Тем более у нас есть два этажа Группы, как уже сказал Владимир Не более пяти человек И это, конечно, упрощает задачу Опять же, большая просьба звонить Для того, чтобы не было обидных ситуаций Когда пять человек уже записалось А тут пришли еще люди И мы, к сожалению, в здание не запустим А поможем только погулять по территории Но это не всегда бывает удобно Потому что все-таки зима у нас на дворе Не мая месяц Да, не мая месяц Вот поэтому Огромная просьба личная Для того, чтобы новогоднее настроение Было у всех И у наших гостей И у наших сотрудников Пожалуйста, звоните в музей Перед тем, как прийти Либо пишите в соцсетях Либо на сайте, либо на почту Коммуникаций сейчас очень много и разных Поэтому здесь сложностей нет Ну а хочу еще добавить К тому, что сказал Владимир Мало того, что наших гостей Мы ждем в масках, в перчатках На входе будет измеряться температура Это везде Мне кажется, к этому уже привыкли Это везде То есть это не какой-то ноу-хау Мы к этому уже привыкли Поэтому нужно к этому тоже с пониманием отнестись И если у человека есть какие-то признаки Такого ОРВИ Как сейчас это называют То мы имеем право тоже отказать В посещении именно здания музея Потому что мы беспокоимся За наших гостей и за наших сотрудников Наши сотрудники тоже будут в масках Будут в щитах таких специальных Вот везде есть абсолютно На каждом углу Можно Санитайзеры Да, санитайзеры И плюс ко всему во всех музеях Опять же не только в нашем Это во всех музеях Теперь еще стоят такие специальные приборы Которые дезинфицируют воздух И поэтому сеансы О чем говорил Владимир Это именно для того, чтобы Как только прошла группа Сразу будет влажная уборка Сразу будут включены вот эти вот лампы Которые обеззараживают абсолютно весь воздух Проветривание То есть все то, что нам предписано Мы, конечно, будем неукоснительно выполнять Я хочу сказать, что в период действия Ограничительных мер Сотрудникам музея было не до отдыха Они осваивали новые профессии Ведущих, операторов и монтажеров Открытие новых экспозиций проходило в прямом эфире Однажды наша съемочная группа Наблюдала за процессом Внимание на экран Здравствуйте Я вас приветствую в стенах нашего музея Историко-краеведческого Теперь они не только историки-краеведы Но и операторы, монтажеры И ведущие прямых эфиров Новые навыки освоили по неволе Чтобы разлука с посетителями Не была столь долгой Музей Подмосковья пока закрытый для посещений При этом работают в штатном режиме Но в новом формате онлайн Сначала происходит открытие в прямом эфире И затем в тот день, когда произошло открытие В последующие недели выходят ролики о выставке, об экспонатах, о истории Мне кажется, будет интересно Интересно будет всем, независимо от пола и увлечений Хоть и кажется, что новая выставка сугубо мужская В экспозиции «Сталь и огонь» К истории оружия более 30 экспонатов С их помощью можно наглядно увидеть Эволюцию доспехов от X до XIX века Шлем, да, действительно очень интересный Я не случайно попал в нашу новую экспозицию Значит, в литературе он называется «Шлем Ярослава Всеволодовича» Современным нашим зрителям, может быть, это имя и отчество ничего не скажет Ярослав Всеволодович – это отец Александра Невского Как и все экспонаты выставки, этот шлем – реплика Его оригинал хранится в оружейной палате Кремля Гальвана – копия в Государственном историческом музее Казанский мастер Эдуард Шейхуддинов очень точно воссоздал оригинал Поэтому, чтобы перенестись на несколько веков назад, далеко ехать не надо Достаточно следить за новыми роликами Одинцовского музея в социальных сетях Железная основа имеет приклепанный металлический тоже железный наносник В данном случае у нас декорирован растительным орнаментом А поверх всего это, так же, как на оригинале, были наложены декоративные накладки Чеканка производилась отдельным мастером Причем нам пришлось все промасштабировать Оригинальный шлем, он несколько меньше, причем даже заметно меньше Где-то в один на три раза, чем реплика, которая получилась у нас Впрочем, на выставке можно увидеть и реплики находок Сделанных на Одинцовской земле в районе Селищ Игнатьевской и Хатежи А следующий ролик с подробным рассказом об одном из экспонатов выставки Уже готовится и выйдет на этой неделе В прямом эфире ТВ программа «Главная тема» Сегодня у нас хорошая новость Музеи Подмосковья возобновили свою работу 8495 508 86 84 Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям в студии Владимир, Большевиземский музей-заповедник Пушкина Так же работал этот период онлайн? Или сделали паузу и готовили экспозиции к открытию? Комплексная работа была, безусловно Что-то делали онлайн Одни сотрудники занимались как раз работой в онлайн режиме Другие сотрудники продолжали свою деятельность уже непосредственно в офлайн Что-то готовилось, готовились новые проекты То есть работа шла Отдыхать не пришлось Отдыхать не приходилось У нас на самом-то деле такой хороший контент существует У нас есть виртуальные экскурсии по нашему музею То есть у нас компания Google Еще в 2016-2017 годах отсняли весь наш музей То есть сделали панораму нашего музея очень хорошую Такую съемку 360 градусов И выложили на их сайт Который, между прочим, международный сайт И, соответственно, там любой желающий Из любой точки мира Да, любой желающий из любой точки мира Мог прогуляться по всем нашим выставкам и экспозициям И все очень детально рассмотреть У нас даже есть свое приложение в Google Story То есть можно его скачать в нашем музее Где также можно виртуально прогуляться по нашему музею Почитать про экспонаты Посетить выставки и экспозиции Послушать даже стихи в исполнении Безрукова Которые касаются наших мест Везема Захарова И насладиться нашим историческим уголком Светлана Геннадьевна, а как вам роль ведущей прямого эфира? Сложно Но уже привычно, наверное Ну, да, мы Ну, не только я одна, так сказать Нахожусь в прямом эфире Все наши сотрудники Теперь уже звезды Одинцовского телевидения И вообще интернет-пространств Потому что за время За то время, когда музей не работал Я включаю и первую волну Когда музеи были закрыты У нас было сделано свыше 150 роликов То есть каждый день Все, кто следит за нашей деятельностью Кому интересен наш контент Они, наверное, обратили внимание Что каждый божий день У нас выходит новый сюжет Новый сюжет Новое Что-то мы рассказываем Какую-то историческую справку даем Рассказываем о выставках Рассказываем о каких-то предметах Которые находятся в нашем музее И даже у нас есть такой цикл Мы рассказываем о птицах Которые живут в Одинцовском округе У нас есть чудесный совершенно Ренат Ренат Шафиков Наш лектор-экскурсовод Который увлекается Вот именно познанием природы Разбирается в птицах Прекрасно И поэтому он создает Вот эти вот ролики замечательные То есть его, можно сказать Любительская такая направленность Вдруг стала тоже темой нашего музея И это оказалось очень интересным Пандемия расширила границы Да, да Вот я хотела Если, например, музей, например, Пушкина Они все-таки ограничены Какими-то рамками Да, рамками Пушкина То Одинцовский историко-кривический музей Он совершенно про все От природы до исторической справки От, я не знаю, от героев нашего округа До каких-то мемориальных мест Это все про нас Ну, как бы, поэтому у нас Темы могут быть разнообразны И вот, опять же, Коль, я вспомнила Ренат Ренатыча Да, вот у нас на столе Я взяла с собой таких вот друзей Теперь уже музея Во время пандемии Ренат Ренат Ренатыч проводил мастер-классы Из пластилина и вот из шишек Были сделаны вот такие чудесные фигурки Вот зверюшек, которые вот населяют наши леса Прекрасные, чудесные, заповедные Вот, они совершенно замечательные И такие вот игрушечки мы тоже будем делать На новогодних каникулах в мастер-классах То есть все, что посмотрели по интернету Можно уже будет закрепить очно Но опять же по записи У меня для вас есть интересный вопрос От нашего зрителя в прямом эфире в Инстаграм Жанна спрашивает, у нас прекрасные Сначала утверждает, у нас прекрасные музеи В них работают уникальные люди А теперь, внимание, вопрос знатокам Какие вы видите свой музей через, ну, скажем так, лет 10? Светлана Геннадьевна Ну, во-первых, я его вижу прекрасным Интересным, чудесным В музее в нашем очень много интересного материала собрано И я надеюсь, что через 10 лет Это будет не только проанализировано и изучено И, конечно же, будут выпущены книги Научные труды наших сотрудников И это будет все с прекрасными фотографиями Наверное, в нашем музее будет больше Какого-то виртуального пространства На сегодняшний день у нас все, скажем так, академично Академично У нас пока нет таких вот каких-то виртуальных историй Но мы тоже о них думаем Да, мы тоже о них думаем Я мечтаю, чтобы наш музей расширился Чтобы у него было еще Еще были площади Где мы могли бы устраивать большие Интересные проекты И художественные И какие-то, может быть Какие-то, я не знаю, там Межгалактические Я очень надеюсь, что Одинцовский историко-кореведческий музей Будет дружить со многими другими музеями И в этом синдикате будут рождаться совершенно потрясающие какие-то проекты Основываясь на классике и уходя в будущее Владимир Ну, на самом-то деле Музей, он Вот, как мне видится музей Через 10 лет У вас интерактивы сейчас очень много Да У вас уже все очень современно Да, у нас мы уже на 20 лет вперед Опередили в чем-то На самом деле хотелось бы, чтобы музей Чтобы вот на территории там Везема, Захарова, города Голицына Был бы создан такой большой-большой туристический кластер И музей-заповедник Пушкина Стал бы ядром этой огромной территории Хотелось бы, чтобы музей развивал Весь вообще вот именно вот этот вот Туристический поток этого района На самом-то деле, можно сказать, вот город Голицына Он достаточно, ну, конечно, не в обиду, да, достаточно депрессивен Потому что исторических достопримечательностей в городе мало И те, которые там есть, они находятся в довольно-таки плачевном состоянии И вот хотелось бы, чтобы... Но они уникальны, потому что город связан с таким домом творчества Литфонда Где жили очень многие наши писатели отечественные С мировым именем, такие как Марина Цветаева, Анна Ахматова, Аркадий Гайдар Отец и сын Тарковский, ну и много-много других И вот хотелось бы устроить вот такое место, куда люди приезжали, отдыхали, гуляли, наслаждались жизнью Тарковский музей, в том числе, что появился музей в городе Голицыно Чтобы была обустроена тропа от станции Голицыно до Везем А потом продолжено обустройство пешеходной тропы, экологической пешеходной, пушкинской тропы От Веземы до Захарова, которая уже сейчас практически завершилась Там остались такие уже более, больше были такие детали, ну высадка деревьев То есть она уже есть на карте Приятные мелочи Да, чтобы музей был центром, сейчас очень востребована экологическая тема Чтобы музей создавал комфортную среду для жизни людей Чтобы он мог влиять как-то на экологическое составляющее ближайших территорий То есть чтобы выстраивались вокруг музея парки, охранные зоны Ну на самом деле очень много таких проектов интересных И вот я вам немножко так и позвучу На самом деле мы говорим об одном и том же Конечно, безусловно А я хочу рассказать нашим телезрителям Я думаю, что они и без меня это прекрасно заметили Что на самом деле хороших новостей на минувшей неделе было очень много Да, у нас открылись, слава богу, музеи А кроме того, в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутина Открылся лыжный сезон Мастер-класс Михаила Девятьярова Открытие резиденции Деда Мороза И торжественное зажжение новогодней и иллюминация Программа праздника была масштабной О подробности в следующем материале Жители других муниципалитетов запасаются терпением в ожидании снега В то время как одинцовцы открывают лыжный сезон И с легкостью преодолевают 800 метров трассы Ради этого сотрудники парка, культуры, спорта и отдыха Работали практически круглосуточно в течение трех недель Задействовали самую современную технику Систему искусственного снижения и ратраки На самокате когда-нибудь катались? В принципе, если даже не катались, то, наверное, представляете как То есть мы держимся за руль и едем А под руководством Михаила Девятьярова на лыжи встанет каждый Лыжные гонки – самый массовый вид спорта в России И неудивительно, ведь настоящий лыжник тренирует 98% мышц, не испытывая сильных нагрузок Может каждый встать на лыжи, и это будет полезно для здоровья Потому что если использовать, смотреть более экстремальные виды спорта Не каждый просто сможет себе это позволить А лыжные гонки – это мягкая работа На снег можно и прилечь полежать И никакой ударной нагрузки нет А пока одни осваивали лыжи и получали медали из рук чемпиона Другие спешили в гости к зимнему волшебнику Ну здравствуйте, девчоночки, здравствуйте Ну что, узнали меня? Да И кто же я такой? Девушка Мороз Правильно, Дедушка Мороз, красный нос Вопреки шуткам, Дед Мороз не на самоизоляции А принимает девчонок и мальчишек в своей резиденции Зимний волшебник может исполнять желания детей А вот на пандемию повлиять не в силах Поэтому и прием вынужден вести по современным правилам санитарной безопасности Мы организовали здесь мою резиденцию И я всех детишек принимал по одному На каждого было выделено по 10 минут Мы успевали и похохотать И стишки дедушка послушал И подарочки подарить успел Так что все остались довольны Вести прием в своей резиденции Дед Мороз будет до самого Нового года Каждые выходные с 14 до 16 часов И только по предварительной записи А сюрпризы на Новый год обещают Не только для детей, но и для взрослых Мы приготовили массу мероприятий И учитывая, что сейчас все-таки у нас условия пандемии Учитывая то, что у нас все-таки социальная дистанция И масочный режим Мы постарались сделать так, что большая часть программы Которую мы приготовили на новогодние рождественские праздники Будет проходить на воздухе До Нового года чуть больше двух недель Самое время создавать праздничное настроение И зажигать огни на елках В этом непростом деле Жителям Одинцовского округа Помогли сказочные персонажи И, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой Раз, два, три Елочка, гори! Гори, пожалуйста! Ура! Новогодние огни отправились во все территориальные управления Одинцовского округа Чтобы и там зажечь праздничные елки А вместе с ними и надежду на то, что следующий год Обязательно будет счастливее, чем этот С торжественного открытия зимнего сезона на Лазутинке Прошло всего несколько дней А директор парка уже есть чем порадовать лыжников И не только С нами по видеосвязи Николай Круглов Здравствуйте! Добрый день, коллеги! Здравствуйте, Николай! Я так понимаю, что протяженность трассы За эти несколько дней существенно изменилась И лыжники могут теперь преодолевать большее расстояние, правда? Да, буквально вчера мы открыли наш основной круг Протяженностью 2,5 километра И сегодня, в принципе, парк готов к тому, чтобы принять всех желающих Кто хочет открыть лыжный сезон, покататься на лыжах Подышать воздухом, ну и просто активно провести время А вы уже сами лыжный сезон открыли? Да, да, это было буквально вчера Мы, так скажем, с командой Лично проинспектировали то, как у нас получилось оснижение В каком состоянии находится круг И, положа руку на сердце, могу сказать, что это абсолютно европейский уровень Я думаю, что Одинцовцы теперь подтянутся на Лазутинку Но, на самом деле, мне кажется, знают многие Но, на всякий случай, скажем, еще раз В Одинцовском округе, чуть ли не в первом муниципалитете Подмосковья Открылась лыжная трасса То есть, пока все ждали снег, мы уже вовсю катались на лыжах Благодаря чему удалось этого добиться? Ну, вы знаете, на самом деле была проведена колоссальная работа Которую мы начали еще в летний период Мы готовили к оснижению наши лыжные трассы Мы провели тотальный аудит всех инженерных систем Провели техническое обслуживание нашей техники, оборудования Ну и, по сути дела, стали ждать холодов, отрицательных температур При которых мы могли бы использовать систему оснижения Ну и, кроме того, конечно же, мы собрали достаточно профессиональную экспертную команду Кто занимается системами оснижения Постарались просчитать для себя все риски И буквально с первыми холодами вышли на трассу Начали работы Затем перевели команду в круглосуточный режим И на протяжении последних, ну, без малого, 13 дней Занимались непосредственно оснижением Ну и плюс ко всему эта работа была еще разделена на этапы То есть на первом этапе мы ставили себе задачу минимум оснежить порядка 600 метров наш центральный круг Затем добавили к нему еще 200 метров нашей центральной поляны Таким образом у нас получился практически полноценный лыжный стадион Ну и заключительным третьим этапом значилось оснижение отрезка 1900 метров лесной части И эту работу мы завершили, как я вам рассказал, буквально накануне Николай, я так понимаю, что лыжная трасса более чем пользуется популярностью у жителей не только Одинцовского округа, но и Подмосковья и даже Москвы Я так понимаю, что количество посетителей сейчас в парке примерно такое же, как и летом, по выходным А пользуется ли популярностью Почта Деда Мороза? Да, вы знаете, мы отмечаем достаточно серьезный интерес со стороны наших посетителей К этой почте, к этой забаве, развлечению, если хотите В нынешнем году Почта Деда Мороза будет работать вплоть до 20 декабря Любой желающий может опустить туда свое письмо В этом году этот проект поддержало Министерство благоустройства Московской области И таким образом мы получили возможность отправить все письма в Великий Устюг Ну и небольшой сюрприз от Одинцовского парка Наш местный Дедушка Мороз выберет три самых креативных письма И дети получат обязательно с подарки Николай, вы сегодня были в Раздолье, там было техническое открытие катка Одним из первых вышел на лед Дед Мороз И кто-то из гостей сказал, что, наверное, сейчас взрослым Дед Мороз, пожалуй, нужен еще больше, чем детям Вот если бы вы писали письмо Деду Морозу, о чем бы вы просили? Ой, вы знаете, наверное, очень сложно сразу же ответить на этот вопрос Но первое, что приходит в голову, я бы попросил всем нам здоровья, чтобы наконец закончился этот напряженный период Чтобы мы вернулись к нормальной жизни полноценной, чтобы мы могли беспрепятственно встречаться с родными, с друзьями, с близкими Проводить мероприятия и радоваться жизни И, вы знаете, сегодня, наверное, более чем когда-либо понимаешь, что для счастья очень мало надо И хотелось бы вернуться к нашему уже привычному образу жизни И к нашим русским корням и традициям К нашему вернуться к гостеприимству и, не знаю, жить так, как мы привыкли жить и радоваться каждому дню Мне кажется, мы бы все подписались под этим письмом, точно, не раздумывая вместе с нами многие-многие люди Николай, также в парке Лазутинки работает резиденция Деда Мороза Но в этом году из-за пандемии с небольшими ограничениями Как попасть на прием к зимнему волшебнику? Как работает резиденция? В этом году было принято решение, что резиденция будет работать по выходным дням Вплоть до Нового года Для того, чтобы попасть в резиденцию, можно позвонить по телефону Они указаны на сайте парка Записаться у администраторов, выбрать удобный слот Ну и, соответственно, встретиться непосредственно с дедушкой Единственное, что, наверное, к счастью, эта услуга очень востребована Желающих огромное количество Поэтому те, кто хотят попасть к Деду Морозу на Лазутинке Я рекомендую заранее связаться с администраторами по телефону И зарезервировать удобное для них время Ну и вопрос, который волнует многих спортсменов и любителей В Одинцовском округе Манжосовская гонка состоится ли в этом году? Ну, мы сейчас активно готовимся к ее проведению Помимо Манжосовской гонки у нас запланировано еще одни лыжные соревнования Которые мы планируем провести 26 декабря Буквально сегодня мы сделаем анонс о проведении этой гонки Ну и если ситуация, так скажем, с коронавирусной инфекцией нам позволит это сделать То мы будем рады видеть гостей в нашем парке Ну и, соответственно, участников на дистанции Очень надеюсь, что нашим планам ничто не помешает И мы традиционную нашу манжосовскую гонку обязательно проведем Мы тоже в это очень верим Следующий вопрос вам задам не я Его задаст Владимир, представитель Большевиземского музея-заповедника Пушкина Владимир, вам слово Здравствуйте Мне бы хотелось задать такой вопрос Ну, наверняка я буду не первым Ну, мне как местному жителю города Одинцова Уроженцу этого города Плюс к тому же я еще и историк по образованию Очень интересен комплекс Археологический комплекс Который находится на территории трассы Лазутинска Это комплекс Курганов, Вятичи Это уникальный комплекс Это один из самых больших вот таких вот комплексов Вообще на территории не только Московской области Но и на территории России И вот мне бы хотел спросить Планируется ли создание, может быть, какой-то экспозиции Посвященной вот краеведческой экспозиции Посвященной вот жизни наших вот далеких предков На этой территории Ну, может быть, в виде фотографии Может быть, какой-то такой вот уличной экспозиции С историческими описаниями Может быть, вот какими-то такими Ну, вопрос такого рода Николай Большое вам спасибо за вопрос Действительно, на нашей территории располагается Известный исторический комплекс И мы с коллегами ведем работу в этом направлении Я очень надеюсь, что к следующему летнему сезону Нам удастся собрать необходимую информацию Подготовить туристические маршруты Разместить информационные стенды И мы максимально открыты к диалогу С различными заинтересованными Общественными организациями Профильными организациями Для того, чтобы Наконец-то в нашем парке возникли Туристические маршруты Не только, ну, так скажем, для того, чтобы посмотреть природу Не только для того, чтобы подышать свежим воздухом Но в том числе и для того, чтобы немного Крепитация истории И узнать, что происходит для себя Поэтому надеюсь, что эту работу нам удастся завершить И уже в следующем Следующем этом В связи нас немножко подойдет Светлана Геннадьевна, вы тоже хотите спросить что-то у Николая? Нет, спросить не хочу Хочу, наоборот, предложить помощь Вот диалог, начиная, о котором Николай сказал Наоборот, предложить помощь Так как материалов по курганам в музее достаточно И у нас есть и статьи научные И есть исследования И более того, я скажу, что у нас есть целые две витрины Посвященные именно курганам Посвященные именно нашим курганам Одинцовским И мы с удовольствием общаемся и работаем И сотрудничаем со Звенигородским музеем Который, собственно, нам эти экспонаты позволил Показывать в нашем музее И, конечно, не могу промолчать И не сказать слова благодарности Начальнику археологического отдела Звенигородского музея Лазукину Александру Викторовичу Который нам помог, так сказать, эту экспозицию создать И она уже несколько лет у нас экспонируется Поэтому я думаю, что у нас все получится Просто наш музей, несмотря на то, что ему, можно сказать, много-мало лет Потому что статус музея мы получили только 12 марта 27 марта началась пандемия Как мы знаем, поэтому с удовольствием Как музей мы вам поможем Николай, диалог у нас уже начался Наверное, надо его выносить за рамки нашей программы Примите помощь Да, с огромным удовольствием Мы всегда за то, чтобы плодотворно посотрудничать И очень надеюсь, что у наших посетителей появится еще одна опция Как с пользой провести свое время в парке Спасибо вам большое, что были сегодня с нами С нами по видеосвязи был директор парка культуры, спорта и отдыха Имени Ларисы Лазутина, Николай Круглов Почта Деда Мороза действительно работает в парке Уже, наверное, пару недель И давайте узнаем, о чем просят Деда Мороза современные дети Внимание на экран Говорят под Новый год, что не пожелается Эти строчки знаменитого стихотворения Даже деловых взрослых переносят ненадолго в детство И новогоднюю сказку А современные дети знают Желать лучше в письменном виде Поэтому уже в начале декабря Берут листок бумаги, ручку, карандаши И пишут заветные слова Дорогой дедушка Мороз Попросил собаку, Дед Мороз принес плюшевую Теперь Алексей Угольков знает Желание нужно формулировать точно Я попросил живую собаку-дворняжку Радиоуправляемую машину Сноуборд и доску для серфинга А почему дворняжку? Потому что я люблю дворняжек В том, что письмо дойдет до Деда Мороза Сомнений быть не может Только на Лазутинке установили Два почтовых ящика для писем В Великий Устюг Один уже традиционный А второй от Министерства благоустройства И фонда Путь детства Все письма, которые будут опущены И в один ящик, и во второй Можно опускать в любой, который нравится Дойдут до Дедушки Мороза Сотрудники парка достанут все письма И отправят их на Великий Устюг Обязательно нужно указать ФИО, адрес и контактные данные родителя Чтобы ответ обязательно пришел А еще можно поупражняться в креативе Краски, блестки, пластилин Все приветствуется Как и помощь родителей Автором трех самых необычных писем Дед Мороз приготовит специальный подарок Но это дополнительно Зимний волшебник уверяет На его работе пандемия не сказалась Ребята, до Нового года еще много времени Так что пишите мне письма Я обязательно все получу И в новогоднюю ночь Вас под елочкой будет ждать Ваш заветный подарок В прямом эфире ТВ программы Главная тема И сегодня главная тема нашего эфира Это возобновление работы подмосковных музеев Времени у нас, к сожалению, осталось очень мало Владимир, вот так коротенько Какие экспозиции сейчас в Большевизионском музее Заповеднике представлены? Что можно увидеть? Очень много экспозиций Поэтому коротенько не получите Да, коротенько очень сложно Ну, если выделять, то сейчас у нас проходит Такая, одна из самых, наверное, интереснейших выставок Кодак, которые когда-либо вообще были в музее Под названием «Узоры пушкинских времен» На ней представлена вышивка И схема для вышивания Начало 19 века Первой половины 19 века Века романтизма Из частных коррекций На самом деле это уникальная вообще культура Культура этой вышивки Где о ней можно узнать Потому что в то время не было, наверное, таких вот Интернета, не телевидения И самое главное увлечение среди женщин Аристократических женщин Это было вышивание Там даже есть экспонат, который мне очень нравится Это столик для вышивания Когда вот дама приходила в гости к другой даме Они садились и вместе вышивали И обсуждали какие-то темы Ну, может быть, и сплетничали, конечно Ну, мы, наверное, думаем, что все-таки Они о высоком разговаривали В творчестве Пушкина, например Да, 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 да И вышивали И на самом деле это очень сложная Эта вышивка невероятно сложная Вот эти схемы, которые представлены На этой выставке Они заказывались в Германии И вот вообще Коллекционеры собирали их по всему миру В том числе и за рубежом В Америке, кстати Из Америки Причем из Америки Вообще такие вот схемы интересные Которые представляли жизнь России Вот так очень субъективно Представляли российскую жизнь В XIX веке глазами иностранцев Ну, в лучших традициях Это медведь, мужик Одна из самых интересных выставок Да, да, да Взоры пушкинских времен Светлана Геннадьевна В Меденцовском музее Жизнь кипит Она у нас начала кипеть Еще две недели назад Потому что мы открыли выставку Выставку особенную Выставку солнечных удивительных детей Которые ходят в изумрудный город Выставка посвящена 75-летию Победы И весь этот проект Он входит в такой чудесный Замечательный всероссийский проект Который называется Музей для всех Идея этого проекта была следующая Что детки, особенные детки Целый год изучают Изучают, читают, смотрят Фильмы, книги про войну И затем создают произведения искусства Причем абсолютно не было никаких ограничений Это и живопись, и графика И скульптурные композиции Ну, все что угодно И этот конкурс был проведен Победители награждены А в музее сначала виртуально открылась эта выставка Теперь она открыта для посещения абсолютно всех желающих И в этот проект входила еще одна удивительная история Мы хотели, чтобы экскурсии по этой выставке Вели именно авторы этой выставки И я надеюсь, что со следующей недели Мы этот проект тоже запустим И мне бы хотелось еще проанонсировать 24-го у нас открывается чудесная Рождественская выставка Которая называется Все яблоки и все золотые Это цитата Пастернак Написал такую чудесную Рождественская звезда У него есть большое произведение А участвовать в нем будет Анна и Александр Мессереры Мы хотим всех пригласить Спасибо большое, Светлана Генеевна Спасибо большое, Владимир, что пришли к нам сегодня в студию Дорогие телезрители, ходите в музеи Не забывайте про маски, перчатки, социальную дистанцию И предварительную запись Ну и, конечно, смотрите ЛТВ Спасибо, что были сегодня с нами До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok